Жень, как эмоции после матча? Очень тяжелая игра получилась. Давно не выигрывали от дома, так что эмоции только положительные. Очень рады этой победе. Было много моментов у наших ворот, но тем не менее на ноль давно на ноль не играли в последний раз с Ахматом. Тяжело было? Ну да, всегда приятно играть на ноль, но тяжело из-за того, что Ростов уже в конце всеми силами пошел. Защитники пришли на штраф, но из-за этого тяжело. Много скоплений футболистов было. А так очень рады, что на ноль получилось сыграть. Какой самый сложный момент был в матче для тебя? Для меня, наверное, когда в лицо мне попали, очень опасный момент. Было хорошо, что просто в меня попали. Где-то царапина лежит сбоку. Это от этого, нет? Не, вроде не от этого. Это так, задели руками еще. Но у нас тоже было много моментов. Не было мысленно забить уже второй, чтобы спокойнее как-то было. Ну, первый тайм, думаю, мы спокойно могли и 2, и 3 забить. Просто не получилось забить, к сожалению. И поэтому такая нервотрепка получилась. Как происходило в раздевалке после победы? Все рады, конечно, что сыграли на ноль. Все поздравляли друг друга. Как обычно после победы. Как тебе атмосфера на стадионе? Сегодня было не так много людей, но с другой стороны слышно же было, да? Слушай, ну, я когда играю, особо не слушаю это. Ты весь в игре, и ты не замечаешь, что происходит вокруг. Оступился «Спартак», оступился «ЦСКА». Вы уже обсуждали это? Ну, да, конечно. Залезли, посмотрели, как сырали другие. Сейчас на четвертом месте. Есть шансы бороться за тройку также. Субтитры сделал DimaTorzok